Короче говоря, жизнь Ярика 2. Сегодня был хороший день. Я играл на площадке и ждал. Но потом, когда я весело играл, я посмотрел на время и понял, что уже время приема. Я зашел в больницу, подошел к врачу, спросил, где лежит у них Ярик. Он ответил, либо в первой, либо в второй палате. Я удивился, ведь почему врач знает, где лежит пациент. Но мне было все равно, и я зашел в первую палату. Я зашел, но не увидел Ярика и резко вышел. Потом я зашел в вторую палату и увидел Ярика. Ярик был в хорошем состоянии. Я подошел к врачу. Он мне ответил, что с Яриком будет все хорошо. И я обрадовался. Потом врач встал и сказал, что Ярик уже почти здоров, и его сегодня выпишут. Только после одного укола врач подошел к столу, где лежат уколы. Он взял укол и подошел к Ярику. Ярик посмотрел на врача с уколом и начал быстро убегать. А врач побежал за ним. Они долго гонялись, и Ярик побежал в женский туалет. Потом врач словил Ярика и повел его в палату. Но Ярик успокоился, и врач ему спокойно сделал укол. Потом через несколько минут Ярик вышел и сказал мне, что его уже выписали с больницы. Это было очень круто, и мы с Яриком пошли гулять. Когда мы вышли на улицу, Ярик вдохнул воздуха, как наркоман, потому что он долго не был на улице. И Ярик предложил мне пойти и ограбить магазин с конфетками и с всякой другой фигнёй. Я, конечно, был согласен, ведь я хотел повторить старые добрые времена. И мы пошли грабить магазин. Когда мы шли, по пути мы встретили летающую тарелку. Ярик жестко офигел. Я еще больше жестко офигел. Потом появилась вторая тарелка и третья. И мы нехило охренели. Но потом мы закрыли глаза, и больше тарелок нигде не было. И мы пошли грабить магазин. Потом мы уже почти подходили к магазину. Когда мы зашли в магазин, мы не увидели продавца. Но это было нам на руку. Я стоял на шухере, и Ярик быстро все воровал. И потом Ярик взял с собой мяч. Потом, когда мы стояли с Яриком возле магазина, К нам начал прибегать какой-то челик. И сказал, что сработала сигнализация. Его магазин кто-то ограбил. Мы сказали, что видели грабителя. И он побежал в сторону того дома. Он нас поблагодарил и побежал в сторону того дома. Потом мы поняли, что оставаться здесь неблагополучно. И потом мы решили с Яриком пойти и пожарить на ограбленные зефирки. И мы пошли к вулкану. Мы очень долго шли, но наконец-то пришли в мой добрый старый гаражик. Ярик был очень рад, потому что с этим гаражиком очень много крутых воспоминаний. Ну конечно и плохих тоже. Но нам было все равно. И мы уже карабкались на вулкан. Мы уже забрались на вулкан. И начали жарить зефирки. Мы жарили уже 3 часа. Потом я решил немного попробовать. Они были такие себе. Но мы все-таки их съели. И потом мы решили пойти в мой старый добрый гаражик. И попить вкусного чайка. Но потом, когда мы уже подходили к нашему гаражику. Мы увидели людей из армии Сергея Анатольевича. Мы были в шоке. Они подошли к нам. И самый главный шляпошник сказал, что он нас убивать не хочет. Но он вызывает нас на танцевальный батл. А если мы не согласимся, то они убьют нас. У нас не было другого варианта. И мы с Яриком согласились. Потом мы собрались. Главный жюри огласил, что нужно выбрать одного человека с командой. Который будет танцевать. Я очень плохо танцевал. А Ярик окончил полу танцев. Мы еще дали грамоту за это. Поэтому мы выбрали Ярика. А команда противника выбрала шляпошника. Потом они сошлись. Посмотрели на друг друга. И жюри огласил батл. И первая команда, которая должна танцевать. Это команда противника. Шляпошник начал танцевать. Он зажигал, как бомб. Дорому дали водки. Но его время прошло. Потом была очередь Ярика. Потом Ярик начал показывать свои суперские умения. Он начал прыгать, как балерина. Бежал, как звереный заяц. Потом шляпошник увидел это. Видел, как Ярик мастерски танцует. Просто упал. И сдался. Все были в шоке. Судья был в шоке. Все остальные тоже. А Ярик радовался. И они взяли и позорно ушли. Мы решили отпраздновать победу. И пойти попить чайка с лимончиком. Короче говоря, Жизнь Ярика 2. Поставьте от души лайк. Вы прошу еще лайки? Фу, лайкадрочер. ВХ, арестуй его.